Орбитальный корабль «Буран» — гость из будущего, так его называют до сей поры. Это главная ностальгия по советской космонавтике, ведь корабль действительно догнал и перегнал не только Америку, весь мир. «Буран» стартовал 15 ноября 1988 года с космодрома Байконур. Уникальная ракетно-космическая транспортная система «Энергия» вывела корабль на орбиту. Сделал два витка вокруг Земли и в автоматическом режиме приземлился на космодром. Я не верил, что «Буран», непилотируемый, опустится именно на наш аэродром и сядет благополучно. Это была первая и пока единственная в истории космонавтики автоматическая посадка космического корабля многоразового использования. После триумфального полета на Западе его так и называли «русское чудо». А следующий полет должен был стать уже пилотируемым. Специальный отряд, который готовили к полету на «Буране», оснащенном цифровыми системами, возглавлял Игорь Волк, опытнейший летчик-космонавт, герой Советского Союза. Ведь у нас до этого вообще цифры не было. Значит, ни одного у нас не летало, ни самолет цифровой, никаких. Ну, может быть, в каких-то лабораториях, там, в энергетическом институте или других институтах, естественно, этими вещами занимались. Но вот толчок был дан, потому что у нас НИРов до «Бурана» по цифровым системам управления такого уровня никто не занимался. И вот самое главное величие этой программы, что она дала толчок государству по развитию цифровых систем управления. Несмотря на внешнее сходство с американским шаттлом, «Буран» обладал множеством преимуществ. Корабль в своем транспортном грузовом отсеке за один полет мог выводить на орбиту спутники и другое оборудование общей массой до 180 тонн. Это в 9 раз больше, чем сегодня могут обычные космические грузовики. Энергия «Бурана» позволяла нам выйти на новый уровень освоения космического пространства. Мы могли бы за счет энергии выпускать в космическое пространство, запускать массу 100 тонн, 105 тонн. А с учетом дальнейшей модернизации, дальнейшее форсирование двигателей и там других, мы могли бы запускать на опорную орбиту где-то порядка 180 тонн. Еще одним революционным прорывом отечественной космонавтики стала энергия, которая отправила «Буран» в триумфальный полет. Мощная сверхтяжелая ракета по своим характеристикам была равноценна американской «Сатурн-5», которая отправила на Луну пилотируемый корабль «Аполлон-11». Это означало, что и в лунной гонке рано или поздно мог произойти существенный перевес в сторону Советского Союза. Конечно же, то, что было сделано, с учетом уже того технологического развития, свое продолжение получит однозначно. А что касается книги рекорда Гиннесса по поводу обеспечения автоматической посадки, то есть до сих пор непревзойденное достижение. Но в начале 90-х от «Бурана» решили отказаться. Во-первых, изначально это был военный проект, а правительство во главе с Горбачевым объявило курс на разоружение, в том числе и в космосе. Во-вторых, содержать и обслуживать «Буран» оказалось слишком дорого. «Буран» значительно опередил время. Вот своими характеристиками, под его возможности по выведению полезных нагрузок, в общем-то, не было таких полезных нагрузок и не было таких грандиозных задач. Пытались мы на нашем предприятии по «Энергия» порабатывать задачи помимо военных уже гражданского назначения, но при всем при этом убедились, что он очень дороговат и его излишние возможности для того уровня технологий, которого достигли. Я борюсь за то, чтобы восстановить сверхтяжелую ракету. Она нужна как воздух. Потому что нам нужно освоить Луну, нам нужно освоить Марс, и без сверхтяжелой ракеты это невозможно. Наследие «Бурана» — наработки в области строительства космических кораблей многоразового использования существуют до сих пор. Например, уникальная система автоматической посадки, которая ювелирно вывела и приземлила статонный корабль на посадочную полосу Байконура. В создании новых многоразовых кораблей помогут и так называемые «доспехи Бурана» — сверхустойчивая теплозащита, которая позволяла кораблю окунаться в атмосферу и при этом не сгорать.